26 мая Путин отправился в Узбекистан. Это его третья поездка. Российские СМИ говорят, что третья после переизбрания на пост президента России. Но мне почему-то кажется, переизбрание термин к Путину не относящийся. Так что давайте просто скажем, съездил в Узбекистан. Ташкент к приезду российского диктатора усердно готовили. Недостроенные здания декорировали баннерами. Траву красили, улицы мыли. Все в лучших совковых традициях. Переплюнуть в этом отношении в наше время невозможно, пожалуй, только Северную Корею. Но Узбекистан пытался. Со всей помпой узбекистанский президент Шавкат Мерзиёев лично с объятиями приветствовал Путина в аэропорту поздно вечером 26 мая. Итак, Китай, Беларусь, а теперь вот Узбекистан. Путин выстраивает азиатскую цепочку внешних отношений России. А зачем же это Шавкату Мерзиёеву, собственно? Чего он ожидает от Путина? И насколько крепка дружба президента Узбекистана с российским-то диктатором? Сказать, чтобы Мерзиёев и Путин друг по другу соскучились, ну, так, собственно, нет. Узбекистанский лидер приезжал на победобесный шабаш в Москву 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страны Центральной Азии склоняют голову перед Россией только по одной причине – из страха. Забегая вперёд, скажу, что у Путина спросили, что же такого он ищет на Востоке. И сможет ли Россия в случае чего предложить странам Средней Азии, российские шовинисты принципиально не называют её центральной, как, например, объятие подобия союзного государства. Ну и вот, что тогда ответил Путин. Ну, что с Средней Азией? Признаюсь, я ответ Путина сильно преподсократил, чтобы сэкономить наше с вами время. Но поверьте, по сути, вы ничего не упустили. Путин блеял что-то невнятное по поводу плохого Запада, имперского поведения США и, конечно же, хорошей России. Но ничего реально по сути. При этом, по словам самого Путина, сегодня отношения России с Узбекистаном носят особый характер стратегического партнёрства. А торгово-экономические связи впечатляют. Для путинской России, которая оказалась под санкциями Запада из-за агрессии против Украины, Узбекистан за два с лишним года стал одной из основных стран, откуда в Российскую Федерацию попадают подсанкционные товары. Мало кто в прессе заметил, что во время своего визита в Пекин Путин не смог убедить Си Цзиньпина начать строить новый магистральный газопровод «Сила Сибири-2». Поэтому, конечно, теперь Узбекистан может пройтись как никогда к стать. Предшественник Мерзиоева, Ислам Каримов, при жизни всегда не доверял Путину. Он отказался когда-то сперва вступать в Еврозес, ну а потом и в ЕАЭС. Но Мерзиоев поступает теперь по-своему. В 2023 году «Газпром» начал поставлять в страну дополнительные объемы газа, высвободившиеся после прекращения поставок в Европу. В самом Узбекистане сейчас разрабатывается несколько амбициозных проектов по наращиванию добычи нефти и газа, связанных с Россией и сопряженных с рядом проблем. В этот раз Путин и Мерзиоев договорились вместе строить хоть и небольшую, но атомную электростанцию. Это, кстати, будет первая АЭС в Центральной Азии. Понимаете, в чем дело? Узбекистан страна солнечная и при нынешних технологиях никак не хотела бы строить атомную станцию. Тут разбивать бы солнечную электроэнергию, но Путин как-то все это смог продавить. Узбекистан, получается, наступил на те же самые грабли, что и в свое время Германия, которая отказалась от развития зеленой энергетики в пользу российского газа. А сейчас вот Ташкент отказывается от чистой энергии в пользу российского атома. Мерзиоеву при этом как-то удалось словировать. Вместо запланированной Москвой гигантской электростанции, мощностью примерно в 2,4 гигаватта, они договорились сейчас построить АЭС совсем крохотной, всего лишь в 330 мегаватт. И при этом президент Узбекистана для тумана засыпал Путина еще и массой вопросов для обсуждения. Вот они и пили чай до утра. Путин, ну явно, не хочет выпускать из своей орбиты Центральную Азию. Важно понимать, что речь идет далеко не о равном сотрудничестве. Как когда-то Украину, так сегодня страны Центрально-Азиатского региона кремлевские деятели хотят подмять под себя. Пока Путин был в Ташкенте, вице-спикер Госдумы Петр Толстой разглагольствовал на эту тему в эфире «Конфернольской правды». Смотрите сами. У нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. Что интересно, Украина пошла в атаку на дипломатическом фронте, и президент Зеленский теперь пытается переиграть Путина на как бы его поле. Ну, по крайней мере, Путин слепо верит, что это поле его. Итак, Зеленский 24 мая, напомню, дал огромное интервью для центрально-азиатских СМИ на русском языке, чтобы голос Украины услышали и в этом важном регионе. Там он рассказал о потенциальном прекращении огня и о том, что же на самом деле происходит на украинском фронте. Ну, и важный для центральной Асии месседжи Зеленский тоже проговорил. Смотрите сами. Вы все под ударами 100%. Сегодня ОДКБ и так далее. Это все на самом деле возможность влиять на вашу страну. Зеленский что-то в последнее время никак не дает Путину покоя. Очевидно, что интервью украинского президента центрально-азиатским СМИ сработало настолько, что даже доходясь в Ташкенте, Путин снова заговорил о легитимности украинского президента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Вот это такой предварительный анализ. Подготовка к швейцарскому саммиту мира, о нем подробнее немного позже, идет вовсю. Придворные путинские журналисты в Ташкенте спрашивают у крымлевского диктатора, готов ли тот начать диалог с Украиной в Саудовской Аравии, если в Швейцарии страны Запада вместе с Киевом как-то консолидируют свою позицию, ну и выступят с единым предложением. И вот что тогда ответил Путин. Смотрите сами. А мы никогда не отказывались. Ни сейчас, ни потом, ни годом раньше. Мы же сказали, что мы готовы. Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали, что больше с вами переговоров вести не будем. С 5 по 8 июня в Петербурге пройдет любимое сборище Путина под названием «Экономический форум». Почему я говорю о нем в этой части программы? Да потому, что мероприятию будут стараться придать привкус максимальной международности. Мол, не изгой он вовсе. Вон, едут к нему. Там явно будут представители и стран Центральной Азии. Но не только. Россия сейчас будет расширять международные горизонты. И в очередной раз в Питер приедет делегация талибов. Накануне визита Путина в Ташкент МИД вместе с Минюстом Российской Федерации заявили, что надо уже как-то талибов выводить из списка террористических организаций. В Ташкенте Путина о талибах тоже спрашивали. В Афганистане есть проблемы. Они безусловные. Они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий. Надо исходить из реалий. Действительно, а чего нет? Напомню, что талибан тесно сотрудничал с алкайдой и прятал у себя Бен Ладена. Сейчас в Афганистане женщины отбирают остатки прав. Но что бы то ни было, даже на балкон им теперь выходить запрещено. Интересно, будет ли с делегацией талибов встречаться, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко? Оденут ли ее в хиджаб и разрешат ли выходить на балкон? Или все же спрятать подальше от почетных-то гостей? А вы что думаете? Пишите в комментариях, если смотрите выпуск в интернете. Ну и все танцульки на форуме тоже придется отменить. Ведь музыку у себя в стране талибы запретили, а все музыкальные инструменты, которые смогли найти, просто сожгли. Да, в Афганистане действительно, похоже, есть проблемы. Тут Путин прав. И да, там до сих пор на подъемных канонах вывешивают окровавленные тела тех, кто каким-то образом провинился перед режимом. Может, Путин тайно мечтает и себе такую модель управления страной реализовать? Да все как-то не решится. При этом напомню, что в самой России в начале мая Следственный комитет предъявил журналистке Надежды Киворковой обвинение в оправдании терроризма якобы из-за оправдания деятельности талибана. Также за разговоры о талибах в больнице ВСИН в Омске одному из осужденных назначили три с половиной года колонии. Тут, короче, картина такая выходит, что или Лаврова с Чуйченко в колонию нужно отправить, либо уже отправленных в колонию оттуда нужно отпустить. Но пока похоже на биполярку в самой острой ее фазе. Ну а пока Путин и его окружение не могут определиться, как им лучше дружить с талибами, вы отыщите кнопку подписаться на наш YouTube канал. Если смотрите программу в интернете, поставьте лайк этому видео и не ограничивайте себя в комментариях. Я с удовольствием почитаю все, что вы думаете по этому поводу.